Увеличить поставки боеприпаса в Украине пообещали во Франции. В Минобороны страны заявили, что Париж будет поставлять Киеву до 2000 снарядов в месяц. Это боеприпасы, в частности, для французских гаубиц «Цезарь» и немецких гаубиц «Панцер-2000». Также министр обороны Франции Себастьян Лекарню отметил, что Париж уже в скором времени поставит обещанную в Украине систему ПВО «Самп-Ти». К слову, обучение на ней украинские военные уже прошли. А вот как работает французское оружие, которое уже на фронте? Давайте посмотрим. Французская гаубица на вооружении украинцев бьет четко, интенсивно, результативно. Позади меня вы видите пушку ТРФ-1 французского производства. Работаю я на этой пушке уже с конца ноября. Настрел уже не маленький. Знаем, чего от нее можно ожидать, как она себя ведет. Есть опыт небольшой. Это 155-мм французская буксируемая гаубица ТРФ-1 стоит на вооружении в восточной части Донецкой области. За время моей службы, вместе с моим расчетом, мы из нее сделали более 600 выстрелов. Она может поразить цель обычными снарядами на расстоянии до 24 километров. Если использовать реактивные снаряды с газогенераторами, то дистанция может быть увеличена до 30 километров. Точная пушка. Если к ней использовать оригинальные боеприпасы, по точности неплохо. Вот поэтому и необходим украинским военным постоянный поток поставок боеприпасов, чтобы французская пушка стреляла родными снарядами. А значит, была эффективнее. Конечно. Оружие весьма грозное. Стреляет точно, попадает во врага, уничтожает врага. Буквально вчера по нам был удар контрбатарейного их подразделения. Они использовали ракеты «Ураган» и был прилет дрона «Ланцета». Так что да, я могу сказать, что они пытаются выследить это оружие. Оно и понятно, говорят солдаты. Ведь российскому вооружению до таких пушек еще расти и расти. Вот только обычных, еще советских орудий у противника очень много. Как только у украинцев будет хотя бы такое же количество, войну смогут закончить быстро, обещают артиллеристы.